добрый день сегодня 26 9 2017 года поехали вот сегодня подниму такую тему вот наткнулся я на материал сергея михеева но я сразу скажу что у меня к сергею михеева очень уважительное отношение мне действительно я и подписан на его канал и мне интересно слушать его вот по многим вопросам но я считаю что было бы неправильно замалчивать то что вызывает было бы неправдой является неправдой и то что вот как бы пусть даже и столь уважаемый человек до высказывает мнение которое противоречит потому что белый оставить станется белым а черный останется черным ну там какой-то джугашвили ски канал оказался я как бы на него там был подписан потому что джугашвили в цену они же прячутся они никогда не выставляют они знают что никто к этим маразматикам то поэтому они мимикрируют знаете вот какие существа такие окрашивается в 11 лет потом раз ты в ушел вроде они тебе раз это и вываливают тебе это мостом на те на те джугашвили вот и но я что хочу сказать но вот я сразу скажу что я прекрасно осознаю что сергей михеев никакой не коммунист я сейчас объясню ситуацию ну вот значит размещен репортаж 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 посвященный вот вот такой проблеме что но я бы ее заглавил так враг увидит что столица и есть и пьет и веселиться значит тут тогда когда у нас там ужасное состояние медицине когда у нас везде крах когда скворцова там собирается ловить людей на улице и вкалывать им там уколы насильно так сказать какие она там господином гейтсом посчитает там нужным да типа чё с этими марокобесами церемониться так сказать вот вот в этом состоянии значит оказалось что господин церетели вот оказался у нас какой-то такой убежденный коммунист с господином собянином который к ну как бы я как понимаю дал вот этому зеленую улицу ну видимо вот тот момент что действительно ходили слухи про сапяниного что он джугашвилиц ну как-то я думал что потом вроде какие-то обратные слухи что вроде как из казачьей семьи ну я думаю что все таки дыма без огня как говорится не бывает да и вот все таки это оправдалось что после того варфоломеевской ночи когда у которого он устроен с киосками да когда он душил малый бизнес там я вот просто вот подумайте один киоск кормит ну где-то 10 пенсионеров там по налогам вот никто это даже не задумывается собянинов решил какой-то кто этого собяниного знал что он совершил что кто это обсуждал что вся страна я вот хочу сказать у нас там принято сейчас всеми вот кто не попадет джугашвили в советам либо раз вот придумали идиоты понимаете я вот кстати скажу идию вот все всем этим идиотом вы когда так говорите вы говорите про ленина понимаете дело в том что владимир ильич ваш любимый которому вы зад готовы целовать все вот настолько настолько обожаемое вот это ваше существо вот это просто вот как бы не сразу стал коммунистом он долгое время был социал-демократом а как вы говорили про таких демократы да но я извиняюсь что я произношу вот эти американские выражения которые надо же все таки гадью вот этому бескультурному скотобазе этой джугашвили вскать дать ответ и вот и вот знаете скотина это любая джугашвили вскану 99 процентов встречал я за всю историю там пару человек которые не скатились к полному скотству да допустим ты видишь вот какие-то возражения ему сказал все ггг вот это американская я даже человек материться я как бы ничего ему слова не скажу но я против что мы вот этот американизм вот это тупой и еще тупее вот это джугашвили и бандеровицы вот это два вот братья вот это вот им кстати обоим два гипер паразита вот абсолютно одинаковые в своем каком-то мероощущении понятия и вот они значит вот через минуту уже через секунду уже скатывается ты чуть-чуть возразил все тебя болью помоями там это самое это все все когда я я вот например сексуальную тему вообще на политическую не поднимаю хотя можно это поднять вообще тем вот вытащили письма Владимира Ильича на свет господина Зиновьев где он ему пишет как из которых вытекает что Владимир Ильич был активный уверен пассивный гумосек Зиновьев был как активный гумосек я знаю что и тут же коммунисты там новичья Джугашвили это неправда этого не может быть это наш замечатель откуда вы знаете правда или неправда когда все вот эти документы были за семью печатями так и остаются за семью печатями никакой какой то вот такой активной работы чтобы представители общественности прошли что это не документы разведки мы же все понимаем тайной какой то дипломатии это только дурачок Ленин публиковала тайную дипломатию ни одна ни один слабоумный политик этого не делал конечно кто же с тобой после этого будет разговаривать вообще если даже если ты ведешь политику честную правильно ну ты должен с 200 стран ты общаться если тебе говорят что в приватной беседе мы вам говорим то 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 это вот не должно а вы тут же взяли и вывали то есть вы себя лишаете источника информации в дальнейшем кто же с вами будет то есть если и так наша внешняя политика была не на уровне ну если не считать эпоху Петра и не считать эпоху эпоху Екатерины Второй в какой то мере Елизаветы Петровны да светлейшая царица вот которая при царствовании которых количество денег увеличилось серебряных в четыре раза при том что были как бы ну царицей и мотовкой была модница да многоплатив там себе чуть ли не десятки тысяч было но все равно ресурсов государства хватило на это вот потому что вот я для тех кто Навального сторонники видите если разумно если патриотично если не сдавать Крым как предлагает фактически Навальный да что давайте проведем референдум получим новый результат и так сказать продадим жителей Крыма мы как крепостных крестьян да я не знаю с каким я лицом я это буду делать это просто это я и вообще беспредел какой-то я приду скажу крымчане извините мы новый референдум снова ваши глаза посчитали как нам надо да и продаем вас как крепостных крестьян да мне за югославию до сих пор стыдно по гробу жизни а что же там вообще будет и что же этот вот Навальный там ну вот эти комсомольские деятели я уж не знаю там был он в этой партийной тусовке вертелся керов лес вот это влияние коммунистов разлагающего склевающего вот это все может он и когда ты был нормальным парнем ну вот потихонечку все это разъедает люди деформируются становятся продажными становятся учениками ельского университета и тому подобное ну вот все таки вот вернусь к вот этой теме ну во первых что обнаружилось что вот этот корреспондент пристал к к Сергею Михееву вот памятник ставит ура вы уже будете кричать ура ну так вот под такой подтекст он не так говорил ну я резюмирую знаете то так чувствуется же что хочет за корреспонденту и какие у нас корреспонденты да в наш век казалось бы рыночной экономики кто у нас правит балл ну как как бы Михеев отвечает там да я вообще что-то и не слышал то про это он говорит ну может какая-то частная организация поставила да и бог с ней вот ну в общем ответ не не убежденного такого коммуниста знаете да вот ну дальше он высказывает я хотел вот не не даже если я с человеком хорошо но я считаю неправильно уходить от усталого вопроса дальше он мне говорит вот ту фактическая пропаганда которая долбиться но не в такой грубой форме конечно стали на цахи россии были по россии бегли обезьяны неграмотные кругу а сталин пришел и все и все расцвело и стала россия ядерной державой ну надо же вот такую вот эту муть вот эту нести ну как бы Сергей Михеев он не стал вот в таком плане ну прозвучала вот такая спорная мысль которая толдычится и коммунистами из единой россии что да была свирепая горилла но она была талантливая свирепая горилла и якобы подняла нашу промышленность я хочу сказать как бы это сказать я вот это уже говорил во многих своих передачах своих материалах ну ну и Сергей Михеев где-то вот что-то нечто более мягкой форме что да у него есть какие-то он вот так вот сказал я готов это оспорить Сергей Михеев вы говорите это Сергей Михеев бездоказательно никаких достижений у господина Джугашвили нет вот ровным счетом если не считать громадного вреда уничтожение семнадцати миллионов крестьян ну вот Сергей Михеев высказался в том что неплохо было бы чтобы прекратить споры посчитать давайте посчитаем Сергей Михеев ну вот те круга в Кремле где вы там около Соловьева выкрутить они никогда не пойдут а вот мы начали свой счет понимаете почему и там и начало проскальзывать мы начали выкладывать материалы про этих изуверов этих как сказать диких козлищ которые забили академика Вавилова до смерти вот мы начали об этом выкладывать но мы начали еще без вашего предложения Сергей и вот я какой хочу момент ну вот сейчас вроде как оттуда вроде ну вы Сергей вращается наверное там уже давайте пока нам не насчитали все не почитали и не предъявили полный счет давайте-ка мы сами возглавим процесс и посчитаем в том плане как нам нужно и всегда как это представим ну как козу покажем обществу как градский пил в статистических отчетах оказался моча я хочу сказать давайте посчитаем давайте посчитать вся общественность весь народ все люди пострадавшиеся высказывают с документально с расследованием то есть проведем нюрнбергский процесс номер два я считаю что или номер три после надо еще там бандеровцев подсчитать вот вот этому гадью надо тоже подсчитать которые там всем вот это сейчас главари там вальцманы бляхеры там кто там у них там сейчас гиммлеры там или ну кто еще там кальтенбруннеры там ну вот я не знаю кто там еще там много их там наверное да всех не перечит кептельманы там ну вот все в общем да все древние укры все древние укры правящий класс да вот копали черное море с чумазыми рожами вот поэтому море то и назвали черным вот это мое открытие да прошу лапу не налагать никому это я догадался почему черное море называется черным вот и вот собственно говоря мы согласны вот этот произвести подсчет ну и была высказана вот такая мысль что сей памятник ну как бы там ставился правителем россии ну и джугашвили был тоже правитель россии поэтому ну как вроде никакого святотатства против нашей земли не совершено ну то есть как бы была подведена такая основа что это как бы наша история ну вот я прежде всего отвечу я вот касался и еще буду касаться вот это совершенно неправильно вот это бездоказатель что джугашвили что-то сделал вы скажите что вы скажите что вы тогда подымите хвалебный фильм комсомольск на амуре да где людей согнали как крепостных крестьян вообще не подвели ни дорог ни электричества козлопа и вонючие комиссары вот эти вот гниды людей русских бросили туда это хвалебный фильм и бараны приехали руководить комсомольском на амуре вот это электростанция и они там Сергей Михеев вот Сергей они там значит вот эти бочки поставили бочки и вот они рыбу там начали солить на зиму на зиму как будто человек собака вот рыбу бросил там ну радуйся так сказать больше ничего не надо ни сахара ни муки ни что-то какое-то ну я про шоколад не говорю про бананы я не говорю там в богатейшей страны мира люди в тяжелых условиях ну немножко бы фруктов там их там как-то там завести что-то там сделать ну что-то может чего-то еще нет просто решили просто будем кормить людей как собак одной рыбы но вот в чем мне задача ваш Джугашвили Сергей не знал что ну не ваш допустим ну вот которого вы говорите что он якобы что-то не знал что рыбу надо почистить вот вот и они засолили эту рыбу просто вот так вот с кишками засолили и рыба вся испортилась люди остались там без всего и они начали умирать и все это в фильме показывается вот ну и ну под той дудочкой что какие они молодцы как они умирали им устроили ну вот нечто подобная ситуация вот показано но это еще в гражданскую войну было это уже после гражданской войны да вот это было показано вот в фильме то как закалялась сталь вот тоже просто впечатление что какие-то нормальные люди руководят строительством железной дороги а каким-то обезьянам поручили вот вот это как бы вот эти вот достижения так сказать вот и я хочу сказать вот вот впечатление вот когда слушаешь вот этих людей да конечно вот у нас там 905 год вот когда эти все бунты затевались еще электричество только нарождалось а вот века джугашвили там лампочка Ильича но Сергей Михеев вы тоже знаете я положу джугашвили до сих пор уверены что это не лампочка Эдисона а лампочка Ильича лампочка Ильича вот но если американские круги значит собрались и Эдисон ее сделал 15 тысяч часов вот это цифры а коммунисты ее сейчас вообще довели наши до сколько иногда несколько секунд горит вот это вот рекорды вот это вот а было время что она у нас горела даже вот ну офигеть сколько но не 10 тысяч часов как у американцев но долго вот и вот я просто я могу конечно перечислять как вы как вернее они кого вы защищаете Сергей строили Беломор канал да как 30 тысяч там положили людей да как людей заставляли сделать за там за за день должен был себе заключенный сам сделать тачку да но вы же вот умный человек Сергей вы же образованный вы же понимаете что же можно на такой тачке наработать если ты ее деревянной выстрогал и как-то это и сделано не на каком-то заводе это же бред это же бред ну это же так и было если у вас сомнения так вы возьмите документальные хвалебные кадры и посмотрите там какие-то вид крепостных крестьян которые работают которых согнал какой-то мракобес там вот царь вот какой-то знаете не все у нас многие цари такими не были вот ну и конце концов там ну ладно в древней реке ну я вот не это очень похоже на строительство пирамид ну мне кажется что пирамиды строили руководили более образован более квалифицированные люди чем вот эти потому что много что они делали то мастерство изумляет и также изумляет какие коровы делали беломорканал который в общем-то сделали плохо плохо ну вот и в общем в стратегическом отношении он нам не очень пригодился потому что он не мог пропускать крупно-тоннажные корабли вот это вот масса советов была разворована там страшные конечно преступления там совершались расправы ну я сейчас не буду об этом говорить я не об этом я хочу Сергей такую как бы озвучить цифры которые вот убивают все разговоры насчет то есть Джугашвили достиг уровня 1913 года царская в 1937 году я же знаю что вот какой-нибудь джугашвили цвей ой это вот час это все наврали это все ерунда это неправда это мы мы были да я прекрасно помню учебники вот эти советские советские когда я их подымал я еще будучи ребенком я читал вот мне там вот в таком-то мы столько на 13 вот в таком-то да я думаю когда же это мы достигнем тогда это и только в 1937 году мы достигли можно подумать чтобы и Сергей что вот если бы это джугашвилиевская колхозная грудастая и задастая солнце не взошло над Россией да вот это колхозии коммунии вот это заплеванность и захарканность за зачмыренность когда на наши улицы до сих пор во многом противно смотреть хотя сейчас частная собственность где-то смотришь магазинчик сделали какой-то особенно мелкая частная собственность да какое-то привлекательное округом гориллы понастроили да и вот это вот хочу сказать ну как же так вот все-таки вот мы достигли значит вот 37-го года ну давайте Сергей давайте будем опираться на цифры потому что или это будет болтология бездоказательная а вы сами призвали к доказательности ну давайте вам же ведь нечем крыть вам же нечем крыть давайте вот самый возьмем такой показатель от которого у Сталина раздувался живот какая-то гордостью там красное брюхо вперед было там руку за френч как наполеон да что в самые так сказать замечательный период ну россия выплавила 24 миллиона тонн стали и не буду сейчас касаться насколько бездарно вот этим рабским трудом за которые мы положили столько народа столько вообще я не говорю про бедных этих крестьян из которых смели веревки понимаете да вот вот хочу сказать ну потом и кровью и рабочих и все вот это выплавить да россия громадная да вот давайте посмотрим россия да и маленький остров дал 169 миллионов тонн давайте также не будем выставлять сергей нас какой-то как это страной забитой неграмотной ацахи и прочее да у нас были неграмотные люди которыми вот как раз Джугашвили и Владимир Ильич воспользовались которые вот тряслись трясли этой книжкой капитал а кто из них то вот эту книжку то прочитал и думаю знаете никто почти никто а если бы прочитали то ужаснули сколько там дури невероятные я вам которая просто не соответствует законам математики не не математики там до математики не доходит арифметики не отвечает требованиям арифметики не отвечает я хочу сказать ну неужели если бы не пришло вот это задастая грудастая солнце да коммунизде да то никто у нас ничего бы не делал ничего не совершалось да неужели тысячу лет мы двигались а вот с этого момента на русских бы напала на талантливейший народ олигофрения полная ну давайте посмотрим факты да ученик просто ученик Менделеев Столыпин да это вот как раз перед все революции да обеспечил нам движение девять процентов в год давал землю крестьянам мои предки кстати говоря в этом участвовали вы нас обвиняете в том что мы перевозили крестьян в вот коммунисты что в вагонах то есть крепостного права нет а мы сгоняем людей вагоны да вот мои предки сгоняли людей вагоны и там загоняли и везли насилие давали сто рублей с золотом да в виде в виде там одноразовый какой вот тогда это большие деньги да вот и там люди подымались вообще и переходил с голым пузом человек да с голой рубахой да и подымался и это вот я с свидетелями разговариваю пять шесть человек нищий совершенно да и в годы становился в Сибири состоятельным человеком у нас росла частная собственность в это время когда Владимир Ильич это наблюдал он при слове столыпин багровел визжал и верещал от злобы и ненависть разве это было не так неужели бы если вот в семнадцатом году запломбированный сифилисный вагон да не пришел бы к нам то то все конец мы бы остановились в своем вот этом те девять ведь понимаете ну конечно усилиями Азазель да вот усилиями вот этих революционеров вот этих джугашвилевцев террористов да в конечном счете и столыпин и его семья ужасным образом пострадала да ну не только семья Мураева убила женщину которая пришла просить за ребенка да на прием к столыпину заметьте Сергей какой был министр он принимал простую женщину вы можете представить себе наших министров человек занятый он мог сказать я не могу с каждым человеком там разговаривать так вот ее Мураева убила убил нет сейчас говорят ой она была не коммунистка да ну надо же ну надо же какое существенное оправдание она была эсерка а что не было эсеров разве в правительстве коммунистов да они не сотрудничали разве Азазель не играла на этих всех коммунистах эсерах как на одной как на одной так сказать я не говорю про всех эсеров плохую мы ну как вот много может быть каких-то грехов на Спиридоновой но ведь в отличие от вашего Джугашвили который был против Брецкого мира а потом как проститутка вместе с Лениным все это подписал сдал выигранную войну да вот и вместе с Лениным уничтожал наш флот вообще Сергей вы же умный человек а если бы союзники а если бы русский корпус Ленин сумел бы разложить он последний до Парижа оставался один бросок 50 километров его закрыл русский корпус а Владимир Ильич не забывал его разлагать и засылать своих агентов влияния вот таких как Джугашвили вот из-за таких как Джугашвили мы потеряли Финляндию да лучше бы им всем гадам не родиться Сергей вот вы об этом подумайте вы подумайте вот эти вопросы и наверное вы как умный наверное тоже человек отлично понимаете что подписание вот этими негодяями вот этого мира предопределило да показал одну войну сдали выигранную фактически война 905 года нами была выиграна если вы посмотрите список японских потерь они начинают расти по прогрессии цифры 100 тысяч появляется при штурме такого-то города но вы же умный человек продвинулись бы они даже вглубь дальнего востока пусть бы даже они до Сибири дошли и что же с ними случилось бедняжками потом да наверное бы государство Япония потом бы и не существовало такого жили бы где-нибудь на острове вот я хочу сказать вот в общем я попробуйте вот если вы хотите все посчитать ну давайте попробуйте опровергните вот эти цифры да сопоставьте 24 миллиона тут и 169 ну я знаю что как бы вы можете сослаться на то что там Англия там грабила там все это было но понимаете лучше с умным потерять чем с дураком найти ну вот допустим они там Германия Англия как вы говорите награбили но они же сумели этим воспользоваться а коммунистам дебилам не надо было ничего господь бог дал России алмазы нет золото всего и ничего дебилам не помогало ничего а и вот я хочу сказать что еще ну вот мы государство цехи давайте поставим князь Голицын уже готовился готовил это вот еще 905 годы ведение метро пуск первого трамвая вы знаете уже там когда Ленин на трамвайчике уже ехал да уже у нас была телефонная связь а восьмидесятый год у меня мать врач супер врач просто ну как несу высококлассный я бы сказал я не люблю этого супер там поскольку имела и научные статьи а телефона вот этого вонючего не имела вот вот она ваша ваша это вот как вот это достижение в стране где Сергей Павлович враг джугашвилевцев да которому сломали обе челюсти да запустил а дебилы коммунисты проводочки ну а катушечку не могли соединить я вот в детстве эти такие вещи паял там с паяльником взял как катушку обмотал на нее мембрану и все я уже стал думать да когда же телефон то у нас будет то я ребенком начал паять да я сам сделаю вот вот до чего до какой дурости доводилось да что люди семидесятые там вот эти вот годы жили без холодильника без теле даже вот этих вот ублюдски вот с этими переключать и не просто а врачи с высшим образованием люди вот так это все происходило я вот также хотел бы ну вот сказать ну давайте посмотрим да действительно может не было никаких достижений может быть Дмитрий Иванович Менделеев который создал периодическую систему в отсталой какой-то Гвинея Бесау там ну как ну Нигерия там допустим да вот вот аграрной стране да вот опередить которая описывала мироздание мира когда он спорил с практиками которые дельный вес не такой-то он говорит нет такой-то проверяете и проверяли и потом писали изменения Менделеев вот это он в аграрной стране создал в аграрной стране посмотрите без коммуниста Цилковский которого Менделеев мало-мало помог перенаправил неправильный его некоторые неправильно правильный но ему написал что по теории газов уже такая теория была и что не стоит на нее как бы как бы тратить время да вот и Цилковский создает теорию это в аграрной стране до до коммунизде колхозе совхозе попов создает радио да радио создает и ну через две недели англичане воруют марконе там и вот это вот конечно тут конечно существующее чиновничество наше нифига не поработало не развило вот это ну и скажите а что ваши коммунисты вот это вот но все-таки по факту это было изобретено в царской россии не в и герц не верил в такое достижение что его изобретение что его теоретические работы могут быть иметь какое-то практическое значение так и думал что это останется теорией то есть автор не верил а русский человек сделал без без жугашвили без ленина без всего вот это и вот ну давайте посмотрим а что сделал джугашвили в стране по поводу казалось бы мы подхватим вот это возьми и станет первый вот у тебя это изобретение у тебя лучшие так сказать ну наверняка у попов с этой всей революционной байдой почему-то умирает таинственным образом ну это вот я думаю что вот это азазель которая вот эта революция тоже очень надо мне тоже эти случаи подозрительными кажется вот и вот ну у него наверняка были ученики наверняка он общался у него были студенты у него наверняка были талантливые вот ну а что после революции получило какое-то развитие а вспомните как наши партизанские отряды несчастные сидели без рации они рации не смогли наклепать каких-то поганых простых я вам скажу что англичане на чем выехали вот потерпев разгромные поражения от немцев да убегая там все бросая бросили 600 танков горы оружия все это досталось Германии но остановило что море где-то там допустим оно колеблется 28 50 километров для авиации немецкой надо лететь по пустому пространству там не бросишь бомбы это бессмысленно надо долететь до цели вот тут-то радиолокационные станции ну это кровь о плоти это изобретение по поводу и встретили у него англичан было 40 таких радиолокационных станций нашу авиацию изничтожили и и из потому что у нас были единицы этих радиолокационных станций мы не знали куда они у нас было преимущество и в авиации и в танках весь народ наш это вот потом рабским трудом все это создал но все же это спустили а как ваш Джугашвили да как он помог нашим овестроителям да пришел на штурмовик вот здесь сзади пулемет говорит убрать наверное мне вам грамотному человеку не стоит это баране башка какой-нибудь джугашвилиц может молодец хорошо сделал джугашвили а наверное вы то наверное должны понимать что как же вот в результате маневрирования вот штурмовик он тяжелый на нем броня миссер шмидт истребитель но только так маленький выйдет хвост и собьет а там сзади ничего сколько наших летчиков сгорело сколько металла а давайте немножечко посмотрим на такой вопрос действительно ли джугашвилицы нам помогли вот и такие же джугашвилицы хотели расстрелять офицера сикорского да наверное слышали про такого да который создал самолет самый грузоподъемный да ну и и чё и чё и просто какой-то рабочий пожалел офицер наверное добрый был и сообщил ему Сикорский сбежал американцы в результате сделали вертолет вот давайте с вами вместе Сергей подумаем что если бы мы в сорок первом году встретили врага и у нас были хотя бы плохенькие вертолеты в сорок первом году а как бы нам десантные операции легко было совершать как бы нам вот это вот поддержку пехоты многие эвакуацию раненых там тысяча вопросов никакой посадки как бы нам легко было бы снабжать партизанские отряды так помогли нам джугашвилевцы или это такая помощь она в гробу и белых тапочках не далась бы нам я хочу сказать а как нам помогли джугашвилицы вот в таком вопросе когда вот такие как джугашвили в ипатийском доме убивали убивали врача почему то о нем никто не вспоминает давайте уж и Боткина ученого да и прислугу да которая там была вот в это же время вот с ужасом об этом узнал один из офицеров Заварыкин его звали он сидел также в подвале и ждал расстрела но колчаковские части его спасли и это стал изобретатель телевидения Заварыкин который семья которого и по сей день финансирует многие наши разработки дает в то время как у коммунистов конечно никогда нету денег ибо им на деньги дольщиков не хватает строить там у Камбоджи вот эти вот острова утыканы членами так сказать фалосами так сказать вот ну такие культурные такие объекты вот вот на это не хватает денег а вы говорите вот кто-то там строит острова с фалосами а кто-то вот помогает ученым и это изобретатели телевидения и стоимость его изобретения определяется 20 годовых бюджетов россии 20 годовых бюджетов мы потеряли из-за таких как джугашвили и прочего вот это скотобаза будем прямо называть скотобаза сергей это вот ну и я хочу сказать что же произошло дальше я мог бы перечислять и дальше но это такие вот эти преступления вот это просто такой список будет до небес да я только но вот ученика ну если заворыкину повезло да а он из его подачи он оказался добрым человеком он не разозлился не стал мстить как бандеровцы какие-то пакости делать а передал это телевидение нам это почти бесплатно передали по его настоянию он как автор тогда это в франции все это как бы осуществлял вот как бы вот это нам могло бы пригодиться при освоении космического проста если бы мы взяли все это в руки себе вот это телевидение вот это не стали бы как говорится сажать в подвал а наоборот снабдили бы сдали бы десять институтов заворокину да что не хватит не было у нас ресурсов для для этого да я согласен что и при царе этому не уделялось должного внимания да но она как-то двигалась а вот при те которые начали там вот крестьян обучили некоторых грамоте понимаете потому что многие простые люди были грамотные потому что вот этот шапошников он был из простой семьи но он захотел офицером и он говорил хорошее было удовольствие замечательное было удовольствие и никто ему не препятствовал так сказать но некоторые считали из крестьян что это не надо нафиг не надо вот пусть я сапожник и сын мой будет сапожник но вот например Джугашвили сын сапожника был принят в семинарию там учился почему-то его не сказали что ты такой секой ты из простой семьи сапожника иди лесом вот значит вот не вся та картина которая преподается есть истина и вот вот суммировал вот эти в итоге вот это обсуждение я хочу сказать а как поступили вот этим мне интересно и не знаю как он там с автором согласовывал портретом ну взяли Сергея Михеева и поместили напротив вот портретом памятника Сталину и когда я написал что а как же так вот автор канала хитроумный если не сказать больше ставит Джугашвилиевский портрет монархиста Сергея Михеева я говорю вот замечательно и для многих там Джугашвилиевцы прямо взвизг неправда Сергей я никогда не слышала что Сергей Михеев был этим монархистом не может быть то есть вот это создается вот такое зомбирование что вот да вот Михеев уже коммунист ну известная личность она на медиапространстве вот уже вот идет зомбирование я не думаю что вот просто я удивляюсь что вот это вот знаете способ уникальный вот это еще его Геббельс вот что-то берут такое Ацахи Ацахи к ядерной державы Ацахи к ядерной державы Ацахи про Курчатова не упоминаем при этом которого гнобил гнобили Джугашвилица и ни за кого не считали у него даже институт то не было своего а такому ну не дать десять по дюжину институтов ну это просто вообще Ацахи этот уже еще и первый изобретатель атомной электростанции уже не знаю все это могли мы сделать кто им мешал кто им мешал еще на сорок первого года вести вот эти вот разработки а мы три года жили когда из-за растелепства Джугашвилица все технологии и из-за вмешательства Сталина когда он стал поправлять Джукова при берлинской операции то все все вот эти вот технологии мирненько утекли ввиду слабоумия Джугашвили на запад и там бы сделали ядерное оружие там а мы жили три года не пришей рукав у противника нас действительно в этот момент могли уничтожить потому что никаких разработков эти идиоты не вели потому что когда фон Браун пока у нас там королев доходился в концлагере да а когда почему штаны были мокрые у Джугашвили да когда вот подняли то эти вот ракеты какие-то нам все равно достались большой кровью то выяснилось что они поднимают 25 тонн фау да а у нас несколько ну 100 там килограмм что вот так вот такая была печальная картина да и все это оказалось у американцев с их супер возможностями финансовыми экономическими что наше золото туда потоком которые заключенные добывали вот почему-то их как победителей джугашвиливцы не называют а ведь это людей спускали в колыме там без сапог и добывали золото вот вот так вот это вот там вот так реально это все было вот а они не победители вот те кто это золото создал а какой-то джугашвили дезертир который не в русско-японской войне не участвовал не в первой мировой не участвовал ни в каких страшных сражениях его никогда не видели ну и кроме вот того сражения когда казаков там расстреляли в спину да и забрали кассу всего всего доброго